Марин, с победой, с забитыми мячами. Как думаешь, взад по игре или можно было больше забить? Не можно было, а нужно было забить больше. И в первом тайме у нас еще были моменты, и во втором. У меня там такой стопроцентный момент, даже два, наверное. Я думаю, мы должны были с большим счетом выигрывать. Тем более нам нужна разница сейчас. Расскажи, как ты забивала сегодня? Ну, идеальная передача Толсу и Этнелли. Мне осталось только взять, пробить. Все. Ну, второй мяч, он получился все-таки удар издалека. Ты нацеленно била или так получилось? Я бы не сказала, что она далеко была. Метров 13. Это недалеко. Но нацеленно, да, била в девятку, потому что вратарь заняла позицию в ближнем углу, я ударила в дальних. Так вышло, что попала случайно. Ну, ладно, не случайно. Как ты думаешь, почему три гола в самом начале и потом ноль голов в оставшееся время? Ну, мне кажется, мы забили быстрее три гола и потом неправильно стали перестраиваться, отдали им зоны. Ну, то есть, и они более перехватили инициативу, начали играть, пытаться. Вот. И мы как-то, ну, не знаю, нам надо было до конца так играть. Мне кажется, что забили три быстрых и потом немножко, может, это расслабились. То есть, я не знаю, как это объяснить. Надо. Нельзя было только играть, конечно. Какие выводы сделаете перед матчем с Турцией, чтобы не повторить вот эту ситуацию? Ну, будем правильно перестраиваться, я думаю, вот. Это главное. Вот. И не давать вообще сопернику играть. То есть, если даже забьем быстрый гол, так же дальше продолжать играть и все нормально будет. Вот. Ну, как не терять концентрацию. Вот. И забивать. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok